Друг летом и враг зимой. На совещании в мэрии, которое прошло накануне, подняли вопрос о безопасности на водных объектах. В 2018 году в Автограде утонуло 8 человек, что на одного больше, чем в 2017. Руководитель отделения ГИМСа Бузар Нугуманов отметил, что основными причинами гибели людей на воде зимой остаются рыбалка на неокрепшем льду, выезд на лед на транспорте и алкогольное опьянение. На территории города Наверное-Челны выявлено 4 несанкционированных пешеходных перехода, 2 съезда автотранспорта на лед, 8 мест массового выхода людей на лед. Хотелось бы обратить ваше внимание на такое место массового выхода людей на лед, как район Нижнекамский ГЭС. В этом районе не только опасно для жизни находиться рыбакам, но и строго запрещено нормативно-правовыми актами. За действиями рыбаков, находящихся в запретной зоне, а таковой является Нижнекамская ГЭС, следят и другие ведомства, в частности рыбнадзор. Так, за ловлю рыбы в этом месте нарушителям грозит штраф от 2 до 5 тысяч с увеличением суммы в повторном нарушении. В год специалисты составляют до 500 протоколов. За прошлый год составлено совместно с работниками полиции и рыбоохраны 986 протоколов на Берн-Челнинском подразделениях рыбоохраны. Из них в запретной зоне работниками рыбоохраны составлено 194 протокола административных. Продолжение следует...